Здравствуйте, с вами влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Есть такой парадокс. Вот у нас в Украине проголосовали за Януковича, помните? А теперь все очень удивляются, а что американцы так вот за Трампа, как бы, ну, чуть ли не готовы проголосовать? То есть у Трампа есть шансы опять стать президентом США. Ну, Янукович же, несмотря на оранжевую революцию, все-таки стал президентом Украины. Что общего? А оно есть. И в чем разница? А она существенна. Почему на этих выборах два, ну, престарелых кандидата, которые, кстати, оба старше Путина, будут бороться на честных демократических выборах за место американского президента? Для тех, кто не очень глубоко понимает систему двухпартийную в Америке, я очень примитивно объясню. Республиканцы, безусловно, отличаются от демократов, потому что, грубо говоря, республиканцы – это те, кто дает возможность заработать бизнесу деньги, а демократы не дают возможность все эти деньги сконцентрировать, перевложить в бизнес. Все-таки они заставляют их тратить на социалку. То есть, если очень грубо, это не научное определение, но понятное простому человеку. Демократы умеют тратить деньги на социалку, а республиканцы умеют деньги зарабатывать, развивать страну. И, как бы, получается, что республиканцы говорят, вот дайте нам сейчас мы тут там налоги понизим, тут мы сейчас деньги реинвестируем, сейчас махабик закрутится, еще больше заработаем. Демократы приходят и говорят, стоп, 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 денег достаточно, теперь надо бы, надо бы поделиться со страждущими. И именно демократы являются локомотивом вот всех этих социальных программ, именно благодаря им в Америке существует целый класс людей, которые не работают уже третье, четвертое, а то и пятое поколение. То есть, они живут на социалке. То есть, если вы придете в Гарлем, увидите афроамериканцев, которые никогда в своей жизни не работали и гордятся тем, что не собираются. Они живут на пособии, называют себя we are soul people. Ну, люди души, они себя так называют. И очень мне напоминают по философии, философию русского мира. То есть, вот эти спаунджерс, их называют губки, вот, они только потребляют. Вот, кстати, надо сказать, что не только дармоеды в Америке шикарно живут на социалке. Американские бомжи, чтобы вы понимали, тянутся в Нью-Йорк и в Калифорнию, потому что там рай для них. Ну, вот они хотят бомжевать. Больше тысячи долларов они получают в Калифорнии. И их, ну, это чтобы они просто не тырили мелочь по карманам, не занимались криминалом, чтобы их не содержать в тюрьмах за совершенные преступления. Их подкармливают, их подкармливает государство, их подкармливает штат, куча благотворительных организаций, там, еда, одежда, все такое прочее. То есть, это очень не нравится людям труда. Вот тем, вот, той Америке, которая пашет и зарабатывает баблище. Они говорят, ну, достали нас уже вот эти преступники. Едут тут из Мексики, там Гаити, там Марокко, бегут к нам из Африки, из Азии. Ну, сколько можно это терпеть? Мы работящие люди, работаем тяжело с утра до ночи. Мы видим, что эти лентяи и негодяи, которые, кстати, продают наркотики, бездельничают. Ну, они уже достали, хватит их пускать через границы. И, в принципе, эти люди надеются на Трампа. Потому что Трамп говорит, что он перекроет к чертовой матери всю границу с Мексикой. Демократы говорят, а кто у нас будет работать, ну, посудомойками? Кто у нас будет выполнять вот ту работу низкоквалифицированную? То есть, у каждой партии есть своя правда, но и есть свой избиратель. Вот чем отличается американский избиратель от украинского, российского, казахского? Потому что он четко понимает разницу между партиями. Вот за что республиканцы и за что демократы? Это два разных полюса. Это двухпартийная система с разными взглядами, разными проектами, абсолютно принципиально отличающимися. Поэтому избирателю понятно, что делать. И есть штаты, где постоянно, вот в Техасе, допустим, там это красный штат, там республиканцы. В Техасе экономика настолько развита. Там вот эти вот традиции южан, которые, как вы понимаете, проиграли северянам в военном плане. Но экономический, ну, Техас – это локомотив Америки. Трудяги, пахари, которые пополняют бюджет, они очень не любят шаровиков. И в Калифорнии, кстати, где как раз леваки оккупировали университеты, как вы уже знаете, туда бомжи косяком тянутся со всей страны. Там как раз демократы постоянно побеждают. Кандидаты в президенты, они, как правило, ездят в предвыборную кампанию по колеблющимся штатам. Ну, то есть, самый колеблющийся – это Флорида, там, по-моему, там выборщиков чуть ли не как в Техасе. Больше всего их в Калифорнии. Так вот, президенты ездят по этим колеблющимся штатам, всякие там Вермонты и так далее. И они в основном проводят свое время там, потому что есть штаты, где то республиканцы, то демократы. И там действительно это интрига. Именно колеблющиеся штаты, по большому счету, и определяют, кто станет президентом. Так вот, друзья мои, Трамп говорит в том числе и здравые вещи. Я понимаю, мы все, конечно, за Байдена. Он говорит, что НАТО – это наше будущее. Он хочет помогать Украине. Почему Трамп популярен? Почему Трамп имеет шансы? Ну, во-первых, американцы не очень интересуются политикой США в мире. То есть, международная политика их мало колышет. Элиты американские очень интересуются. Избиратель не очень. Ну, серьезно, ну не очень. И Трамп, делая на это ставку, говорит для американцев понятные вещи. Он говорит, зачем мы помогли Китаю, который теперь наш конкурент. Мы помогли ему стать конкурентноспособным. Теперь он выпускает кучу высокотехнологичных вещей, которые забирают у нас рынки. И Трамп говорит, давайте мы к чертовой матери не будем тратить деньги на НАТО, что, естественно, возмутительно, потому что это идет вразрез с политикой США. А преемственность в американской политике – это то, что делает Америку самой авторитетной и серьезной страной. А Трамп, безусловно, не прав. И эстеблишмент обоих партий это понимает, но не всегда может с этим что-то сделать. Потому что такая ситуация, что два довольно старых деда-мопеда безальтернативно второй раз сходятся на выборах, Трамп говорит, давайте, говорит, мы все вот эти айфоны, айпады, айвочи, все производство из Китая заберем. Нам уже не нужны дешевые руки. Рабочие, ну вот класс пролетариев был нужен в прошлом веке. Сегодня все эти заводы, фабрики, они вообще без рабочих. Давайте вот у нас за сотым меридианом, ну, чтобы вы понимали, Америка 80% живет на востоке Америки до сотого меридиана, а вот уже на западе, вот вся эта большая часть Америки, там живет 20% американцев. Вам будет интересно, почему? Загуглите, это интересная тема, ну, отдельного влога. И вот Трамп говорит, давайте мы make America great again. Ну, еще такая шутка, make America great Britain again. Это смешно, но не смешно то, что Трамп говорит в том числе вещи здравые, в том числе, которые понятны американцам, которые живут на земле и зарабатывают деньги. Поэтому не надо представлять Трампа только как вот такого экзальтированного дурачка. Все намного глубже, все намного серьезнее. И, конечно, мы с вами болеем за Байдена, но мы должны понимать, что есть объективные причины того, что вполне может победить и Трамп. А предупрежден, друзья мои, это значит вооружен. А вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, комментарии, распространять в соцсетях. А победа будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.